По итогам прошлого обхода глава города назначил кризисного управляющего Адлерским районом, своего заместителя Сергея Юрченко. И вот что удалось сделать за этот срок. На улице Цветочной демонтировали незаконные торговые павильоны. Ещё по одному кафе остался вопрос. Глава города потребовал ускорить и его демонтаж, а также не затягивать передачу документов в суд на снос незаконной пятиэтажной пристройки между двумя домами. «Здесь зарегистрировано два квартирных дома. Они незаконно реконструированы в одно единое здание. Посередине перегородка должна быть, расстояние должно быть между ними. Поэтому с гостроинадзором сейчас проводим проверку». «Давайте, да. И ему за вот эти все его новшества, вплоть до сноса». Появилось дополнительное озеленение на улицах центра Адлера. Высадили кустарники, разбили цветники. По словам местных жителей, они заметили эти изменения, но боятся, что гусеницы белой американской бабочки могут уничтожить посадки. Все городские территории муниципалитет уже обработал. Причем два раза. Но при этом не все управляющие компании, да и некоторые собственники частных территорий спешат бороться с вредителями на своих зеленых зонах. «Обрыскивались. Вот все квартиры гусеницы уже на седьмой этаж». «У вас есть управляющая компания?» «Есть, говорили. Забывайте деньги». «Обравляющая компания – это вы, чтобы понимали. Потому что вы собственники квартир. Наняли управляющую компанию. Естественно, что управляющая компания должна это делать. Но она вами выбрана. И только за ваши деньги должно это делать». Также в прошлый раз туристы говорили о том, что на набережной не везде есть туалеты. И вот уже первый санитарно-гигиенический модуль доставили на курорт. Скоро его установят недалеко от здания МЧС. Аналогичные появятся и на других общественных приморских территориях. Всего приобретено 10 модулей. Остались еще вопросы по территориям рядом с торговыми центрами. Где-то дорогу нужно сделать за счет тех, кто ее разрушил. Кого-то научить, что парковаться на тротуарах, даже если земля в собственности, запрещено законом. И довести до коммерсантов, что если дано разрешение на установку лотка на двух квадратных метрах, это не дает право на развертывание мини-рынка. «Конечно, в корне поменялось, но работы еще много. И самая главная работа состоит в том, что эти улицы Адлера должны находиться в хорошем, красивом состоянии системно, каждый день. А не тогда, когда мы авралами с администрацией города приезжаем. Но дела идут. Я уверен, что дней пять и в Адлере будет очень красиво, так же, как мы и хотим». А вот на ремонт спортивных и игровых площадок потребуется больше времени – около месяца. Там необходимо заменить покрытие и восстановить сломанные игровые комплексы.